Раньше это было очевидно, сейчас стоит напомнить, потому что конфликт между Израилем и Хамас может перерасти в войну между Ираном с его союзниками и Западом. И если такая война начнется, вы легко можете представить себе применение ядерного оружия и все, что за этим последует. Миллионы погибших, крах мировой экономики, как минимум вы можете увидеть здесь беспрецедентный энергетический кризис. В выходные дни стоимость бензина на одной из заправок в районе залива достигла 7 с лишним долларов за галлон. Если эта тенденция усилится и сохранится, то Соединенные Штаты, которые уже являются техническими банкротами, погрузятся в депрессию. И это не будет похоже на 30-е годы. За последние три года сюда приехало около 10 миллионов человек из самых бедных стран мира. Подавляющее большинство из них получает федеральные субсидии. Интересно, как это будет выглядеть, когда у правительства США закончатся деньги. Так что на карту поставлено многое. В том, как мы призываем Израиль ответить на ужасающие атаки Хамаса, мудрость и долгосрочное мышление необходимы. Но вы не удивитесь, узнав, что это не то, что мы получаем. Посмотрите, например, на человека, который, как оказалось, является кандидатом в президенты США по версии СМИ. Это было нападение на Америку, говорит она, что на самом деле не так. И поэтому, цитата, мы должны покончить с Ираном, с государством, с населением около 90 миллионов человек. Что мы здесь наблюдаем, это не здравое руководство. Она ребенок, и это истерика ребенка, невежественного, жаждущего крови. Но никто в Вашингтоне не отругал ее за это. Более того, они подражают ее истерии. Вот коллега неакон Линдси Грэм, который прямо так и призывает к бомбардировке Ирана. Что именно произойдет с Соединенными Штатами, если мы объявим войну Ирану и начнем взрывать их инфраструктуру? Линдси Грэм понятия не имеет, что произойдет. Ему уже почти 70, и у него нет детей. Его это не волнует, как и большинство его коллег в Вашингтоне. Они так же безрассудны, как и он. Конгрессмен от штата Техас Дэн Крэншел выступил в социальных сетях с призывом к войне. Которая, по его словам, должна положить конец всем войнам. Как будто такая война существует. Но, конечно же, ее не существует. Войны порождают новые войны. Чем крупнее конфликт, тем более уродливыми и долговременными будут его последствия. Смотрите Первую мировую войну. Это несложные наблюдения, но они, похоже, не учитываются нашим правящим классом. Но среди кандидатов, баллотирующихся на пост президента от республиканской партии, Виби Крамас с вами осмелился предположить, что война с Ираном, возможно, не соответствует национальным интересам Америки. За это Майк Пенс немедленно осудил его, как бессердечного и непатриотичного, или что-то в этом роде.